всем привет дорогие мои как ваши дела как настроение у меня сегодня для вас вот такое вот растение сциндапсус такие листочки это род растений семейство ароидные лиана родина конечно же как всегда тропические леса юго-восточной азии с греческого пошло название его от греческого слова скиндапсус что переводится как дерево подобное плющу вот так интересно его назвали мне она досталась маленьким отломленным кусочком отводочка я его посадила стаканчик как всегда я это делаю сейчас покажу один стаканчик с дренажными отверстиями вставлю в другой вместо поддона и очень даже хорошо он прижился быстро дал корни для того чтобы как-то держался он сначала я его привязала к опоре и он дал вот такой маленький росточек из-под пазухи единственного здесь листа дальше все пошло видите какие здесь у него корешки он готов укореняться любым участком это можно размножить если было бы желание на много много частей вот так прижала на протяжении всего стебля видите какие у него заготовочки корней готов к укоренению к размножению или этими корнями если бы он был в природе он бы цеплялся за ствол дерева листья прекрасные восковые немножко но не плотные вот видите какие тут украшения если бы еще было солнечное окно я думаю оно было бы еще более ярким это его раскраска их очень много видов разной формы листьев разной расцветки пестрые различные различные даже от белого до темно-зеленого конечно надо ему какой-то кашпо уже подбирать пора пересаживать вот и я думаю его обязательно надо подвесить поэтому пока еще не пересадила надо что-то придумать с красивым подвесным горшочком а вот один листочек отпавший я поставила воду он дал корни и посадила вот такой стаканчик корни вышли даже с этой стороны он хорошо укоренился но можно ли из одного листа получить новое растение это мне очень даже интересно сейчас мы с вами раскроем и посмотрим что там внутри вот этого маленького листочка какие там корни намечается новое растение или нет возьмем вот такой поднос и освободим давайте вместе посмотрим что там у нас получается сейчас чтобы вам видно было секундочку так вот поправлю сейчас мы рассмотрим что там есть очень люблю разные эксперименты конечно черенком понятно он хорошо быстро прижился а можно ли от листочка получить новое растение сейчас убедимся если он тут просто так в холостую растет то его надо не знаю куда сейчас как он застрял тут хорошо такая ну давайте смотреть корешки нарастил замечательно чтобы не сорить на весь стол я поднесу вам показать секундочку и так вот что мы видим видим только одни корни никаких даже зачатков нового роста не вижу хотя есть небольшое утолщение вот чуть-чуть утолщение есть на самой вот пяточки но и все на этом в общем живет сам по себе листочек и не думает идти в рост ему тут одному хорошо вот так вот ну ладно посажу его пока назад и покажу вам что произойдет через какое-то еще время потому что это даже интересно нет избавляться от него я конечно не буду это просто интересный эксперимент запомним сегодня дату и что будет дальше а что с этим буду делать надо придумать какое-то кашпо которое можно подвесить и тогда мы с вами будем его пересаживать а еще вот хочу задать вам вопрос это растение у меня впервые растет я вот думаю что может быть лучше его здесь отломить и укоренить и тогда она будет гораздо симпатичнее чем тут вот такая палка торчит хотя с другой стороны она укорененная здоровая и растет дальше а если прищипнуть она будет куститься или опять одно растение даст вот кто занимался такими цветами это декоративное растение цветы у него не слишком яркие и я даже и не очень хочу чтобы оно цвело зачем у него такие красивые листья смотрите красота какая да вот вот такой маленький маленький вам репортажик пишите кто знает кто что-то может мне подсказать буду рада спасибо всем кто посмотрел со мной до конца всего вам доброго пока пока пока